Время рандома. Давайте пикать случайно выбранную игру. Нажимаем кнопку. Urban War Defense. Да что ж такое-то. И тут городская война. Оборона. Ох, ну что это такое. Давайте смотреть, где у нас страница в магазине. Открываем. 2017 год. Вроде как стратегия, находящаяся сейчас в раннем доступе. Видимо заострявшая там. Но что-то рабочее, по крайней мере. Малоизвестное. Ну, заценим. Так-так, у нас тут особая ситуация. Прежде чем идти в Urban War Defense, в которую мы пойдем, раз уж в рандоме она выпала, ничего страшного. Тут отвертеться я никак не смогу. Я сразу, однако, замечу, что не буду брать игру в Steam, даже если потом верну деньги через систему Steam. Тут есть демка, сыграем в нее. Не более того, почему так. Потому что зашел я в обзоры к этой Urban War Defense, которая вроде как совершенно неизвестна. А она, оказывается, очень даже известная. Но известна, к сожалению, совсем не своим внутренним содержанием о ситуации, которая с ней произошла. Видимо, игру раздавали в каком-то паке, бандле. Не уверен, что именно Humble Bundle. У этих бандлов, короче, везде полно. Раздавали ее вместе с другими играми в бандле, да? И там эта игра была... За этот бандл, естественно, нужно было заплатить сумму, за которую тебе дают какое-то определенное количество игр. Так вот, люди получали вот этот Urban War Defense в этом бандле. И через какое-то время, судя по вот этим многочисленным отзывам, среди которых вообще ни одного положительного... Это удивительная ситуация. Иногда бывают какие-то печальные ситуации с разработчиками, да? Из-за чего им засирают вообще рейтинг игры. Но тут ни одного положительного обзора нет. В других случаях все-таки иногда прорезаются какие-то положительные, где хвалят игру, и при этом говорят, да, вот так вот плохо произошло. Но игра неплохая. Здесь, видимо, игра недостойна того, чтобы ее оценивать положительно. Но более того, отвратительная вообще ситуация, связанная с тем, что разработчик, по всей видимости, отобрал ключи у тех, кто активировал игру через бандл. Я даже не знал, что такая возможность в Steam вообще есть. То есть, если ты прописываешь ключ в Steam, ну, способ активации игры, и получаешь ее там, то это не считается, видимо, стандартной покупкой, и продавец в том числе имеет таким образом способ забрать у тебя игру с аккаунта, так как это как-то активировано какими-то неправильными ключами, возможно. Короче, есть такая возможность у разработчика. И здесь он, судя по всему, совершенно неправомерно, потому что его раскрыли, этого автора, разработчика, что он, оказывается, там, обманом говорил, что эти ключи неправильные, что все на самом деле все было... Все, кто получили ключи, они были правы, то есть они... О, я нашел положительный обзор. Да. Один положительный обзор за 20 минут игры. Мы, кстати, посмотрим тоже не больше этого. Ну, в общем, разработчик забрал ключи у тех, кто получил игру через бандл, и, видимо, рассчитывал, что они потом ее за небольшую стоимость все равно купят заново, потому что им игра понравилась. Но, естественно, среагировали на это люди совсем иначе. В итоге у игры какое-то страшное количество отрицательных обзоров. Она уже, скорее всего, именно из-за этого никогда не покинет ранний доступ, не доберется до релиза. Полностью провальный проект, а у разработчика попорченная репутация. Ну, демка вышла, кстати, в этом году, как ни странно. То есть там вроде как должна быть свежая версия. Да, ее и заценим. Посмотрим, стоило ли ради вот этого проекта так себе все засрать. Я про разработчика. В общем, заходишь в игру и начинаешь все больше верить, что скам от разработчика был реален, и он действительно мог украсть ключи у тех, кто игру купил через бандл. Ну, украсть. Забрать. Забрать. По сути, одно и то же. Да, тут даже название не видно. Игра на юнити. И это вообще Tower Defense вроде как. Ну, давайте попробуем. Попробуем, но это, похоже, очень страшно будет. Не знаю, сколько мы выдержим. Жемись, Endless. Так, какая-то карта какого-то города. Что это за город? Какой-то, наверное, реальный город. Поехали. Я так понимаю, он сейчас загрузится. Будем его оборонять от захватчиков. Ага, отлично. Так, ну тут есть 3D графика. В этом плане хотя бы не обманули. Так, отсюда пойдут ребята-захватчики, да? Давай я паузу нажму сначала. Блин, а во время паузы нельзя, да, осматриваться? Ладно. Отсюда пойдут и захватчики. По вот этим двум направлениям. Что я могу сделать? Барьер. Поставить. Вот сюда можно? Хорош. Будем ставить их каждые. Можно воздушный удар нанести? Хорошо. Пока еще никто не поехал. Но мы будем этого ждать. Способности у нас есть еще какие-то. Докуда они должны вообще дойти? Где мы должны их остановить? То есть куда им нельзя доехать? А где звуки, кстати, какие-нибудь? В игре нет настроек вообще. Я даже начинаю думать, что здесь может быть нет звуков. Что было бы печально. Так, есть всякие орудия разные. А что, все? Уничтожили броню? Я для чего ее сюда ставил? Нет, серьезного границ звуков. Окей. Поехали. А, во, пошли звуки. Хорош. Давай скорость изменим. Авиаудары. Ах, а здесь нельзя ставить. Так, на нормальной скорости мы сейчас идем? Пока на нормальной вроде. Ставим всякие вот эти защитные турели. Ого, уже посерьезнее поехали. Ну, конечно, везет мне на игры с собой в рандоме в последнее время. Это удивительно. Уничтожают все турели. Нужно быстрее ставить новые. Пока держимся на этой зоне. Конечно, работает оно так себе все. Учитывая, что игра в раннем доступе уже сколько там? Три-четыре года. А эта демка вот свежая относительно 2022 года. Печально, что все так, как мы видим. Опа, поехали, проехали. Печально. Не то, чего я рассчитывал увидеть. Главное, чтобы оно все не зависло. Оно как будто работает еле-еле. Сейчас в любой момент сломается игра. У меня больше нет ресурсов. По-все видимости. Ага, удар не могу нести. Так, ну, по крайней мере, игра работает. То есть, автор там пишет в описании своей игры. В этой игре полностью работает режим защиты башен. А тут других режимов как бы нет просто. О, вертолет и полиция. Так. Ну, это выглядит серьезно. Это мы сейчас поставим сюда вот. Здесь уже вот эту дорогу тяжело оборонять. Не хватает, не хватает, конечно. Вертолеты начинают пролетать. Это прям плохо. Так, смогли танки проехать. Это плохо. Ставим сюда защиту. Все, ресурсов не хватает. Танки проехали. Авиаудар тоже не могу нанести. Ну, все, походу, я не сдержал оборону. Кто-то в этих обзорах Steam, которые я, к сожалению, увидел, к игре от рецептных, то есть обзорах, писал о том, что... Блин, авиаудар, что нужно 30? Что здесь даже невозможно пройти первый уровень, продержаться, потому что слишком сложно. Авиаудар сейчас был или нет? Вроде как должен был быть, но его что-то не было. Ну вот, все, танки проехали. У меня конец. Я не могу уничтожить эту колонну. А как ресурсы здесь нужно было? Где обучение вообще вот это все? Ранний доступ такой у нас все еще. Типа очень ранний. Поэтому нельзя это все сделать. По-прежнему. Как защищаться? Эффективно. Ничего такого, да? Ну, еще заявляется, что должна быть в игре компания. Все, у меня семьи здоровья осталось. Но она пока, конечно, еще не разработана, потому что игра на очень ранней стаде разработки. Так, новые враги прибывают сейчас. Тоже смогут прорвать оборону. У меня осталось 60 здоровья. И 100. Реталеты надо уничтожить. Вот сейчас где авиаудар? Вроде должен был наноситься, но я его не видел. Тут быстрые бронетранспортеры проезжают. Их невозможно никак заблокировать. У меня не осталось ресурсов. Смотри, авиаудар не наносится куда нужно. Даже когда ты нажимаешь. Я мог бы замедлить, по идее, это безобразие. Но ничего подобного не получается. Даже это. И вот эта вся техника проезжает прям через город. Видимо, продвигаясь дальше вглубь территории. Вести свою захватническую деятельность. Поздно авиаудар тут уже наносить. Конец. Game over. Game over. Все. Что нам предлагает игра после этого? Рестарт. Сделать перезапуск. И просто начать все заново. Ничего вообще не изменится. Ты продолжишь находиться в этом режиме. Не понимая, как даже вот эти ресурсы экономить. Как они должны, из чего получаться. Хоть что-то должно быть здесь. Но такое ощущение, эта игра не то, что находится в раннем доступе. Она находится в полном состоянии такой спячки, из которой не собирается выходить. Ну и все, на все это, конечно, сильно все-таки накладывается ситуация с тем, что случилось с игрой в магазине. То, как она вот прошла через продавцов, прямо как вот эта колонна военной техники. Ну, не через продавцов, а через пользователей, которые приобрели эту игру в паке. Конечно, можно сказать, что там какой-то, наверное, дешевый пак. Игра там дешевая совершенно. Какого черта люди жалуются. Все правильно делают, абсолютно все правильно делают. И печально, что Steam никаких мер не преподносит. Более того, когда заходишь на игру страницы Steam, как сначала сделал. Ты видишь, что там всего пять обзоров и думаешь, ну окей, эта игра неизвестная, может быть интересная. Нужно ее приобрести. И пока я не спустился вниз обзоров, я не раскрыл все обзоры, я не знал, что с этой игрой на самом деле произошло. То есть Steam решил примять эту ситуацию, которая непосредственно с игрой вроде как не связана, и дать ей второй шанс таким образом. Но мы заходим в эту игру и видим, что ей на самом деле второй шанс, как и первый, давать вообще не стоило. Тем не менее, мало ли мы видели плохих игр в Steam, просто недоделанных, таких совершенно сделанных на одной коленке. Много. Но не все их разработчики прославились, в кавычках, тем, что попытались еще своих покупателей надуть. Это действительно что-то необычное. Я даже рад в этом плане, что вот удалось обнаружить таким вот роддомным образом эту игру, чтобы убедиться, что происходит и такое вот в Steam. Вот именно такой вопиющей ситуации с отзывом всех, видимо, ключей, которые были получены в этом паке. А это большая часть игроков, которые, получается, играли легально в эту игру официально, то есть купили ее таким образом. Я уверен, что именно через Steam ее никто не покупал обычным образом. Ну, там маленький, минимальнейший процент. И вот эта ситуация, она не привела к тому, что игру забанили каким-то образом в Steam. Она продолжает там находиться. Может быть, через какое-то время прошедшее, через год-два, там снялись с нее какие-то санкции Steam'а, в чем я сомневаюсь. Но сейчас она продолжает быть доступна и просто засирает вот этот магазин, потому что она, очевидно, не разрабатывается. Ну, или, я не вижу, если она выходила в 2017 году, и сейчас она вот в таком вот состоянии находится, эта игра. Где прогресс? Не знаю, все, мне кажется, хватит уже бугурить по поводу этой игры. Она просто того недостойна, что Шарантом подкинул нам в этот раз такое. Ну, тоже поучительная, пожалуй, история. Неприятная игра, но поучительная история. В следующий раз сыграем другую случайно выбранную игру. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока что всем пока.